Добрый день, дорогие друзья! Передаем обзор новостей от журнала Ким. Но не за прошедшую неделю, как обычно, а за прошедшие несколько дней. Потому что с этого раза мы немножко сдвинем сроки выхода этого обзора. И все от того, что наш ведущий Евгений Штефан, то есть я, теперь ходит в конце недели на курсы корейского языка с четверга по субботу. Желайте ему, то есть мне, удачи в связи с этим. Ведь если я очень хорошо выучу корейский язык, то наши выпуски новостей станут еще интереснее. В этом вы можете не сомневаться. Начнем сегодня со страшной, пристрашной новости. Она настолько страшная, что рекомендуем вам срочно всем написать завещание и надеть белые тапочки. Потому что скоро мы все умрем от страшной болезни под неприятным названием МЕРС. То есть от ближневосточного респираторного синдрома. Да, да, господа, МЕРС опять проник в Корею в лице 61-летнего пожилого гражданина, который побывал на Ближнем Востоке и недавно вернулся домой весь больной на самолете. Естественно, он находился в довольно тесном контакте довольно долгое время с пассажирами самолета, пока летел в Корею с Ближнего Востока. Многие из этих пассажиров сейчас сидят в карантине и ожидают своей участи. Правда, пока никто не заболел. Несколько подозрений на МЕРС, случившихся в последние дни, не подтвердились. Так что тот гражданин пока остается единственным больным. Но все равно все боятся. Потому что помню 2015 год, когда в Корее была большая вспышка этого самого МЕРСа, когда 180 с лишним человек заболели, и из них 38 умерли. Тогда страна оказалась совершенно не готова к новой инфекции. Врачи и сами пациенты не понимали, как себя вести. В результате больные постоянно контактировали с большим числом людей, отчего инфекция быстро распространялась. Сейчас дела обстоят несколько лучше. Все гораздо строже, чем раньше. Хотя и в этот раз не обошлось без проколов. Например, не все пассажиры, летевшие с больным, обследованы или посажены на карантин. Так что определенная опасность сохраняется. Что же такое МЕРС? МЕРС – это ОРЗ, острое респираторное заболевание, вирусное. То есть, попросту говоря, простуда или грипп. Но это простуда, от которой, к сожалению, часто умирают, потому что вирус очень уж мерзкий. Симптомы у МЕРСа тоже такие же, как у гриппа. Температура, кашель, иногда понос. А потом развивается тяжелое воспаление легких. И дальше уже, как вам, повезет. Никаких лекарств и вакцин от этого заболевания нет. Поэтому больному остается надеяться на свой иммунитет. Если он слаб, как часто бывает у стариков, например, то вероятность печального исхода велика. Хорошая новость. Заразиться этим вирусом довольно трудно. Он вообще по происхождению нечеловеческий. В природе он встречается у летучих мышей и у верблюдов. Передаваться от них к человеку и от человека к человеку он все-таки может. Но для этого необходим тесный и долгий контакт. Так что, если кто там рядом с вами чихнул, это еще не повод покупать белые тапочки и писать завещание. Но если у вас в семье, например, кто-то заболел, и вы с таким больным в одном помещении вместе сколько-то дней находились, то вы тоже можете подцепить заразу. Особенно если вы старый больной человек. Ну вот такие дела. В общем, будьте здоровы, мойте руки перед едой. При появлении симптомов гриппа обращайтесь к врачу. Но паниковать не надо. По-прежнему в этой замечательной стране ваши шансы умереть от упавшего на голову кирпича неизмеримо выше, чем от этого самого МЕРСа. Не говоря уже о дорожно-транспортных происшествиях, которые, например, среди людей в возрасте от 1 года до 30 лет главная причина смерти в Корее. А в возрасте от 31 года до 40 лет вторая по частоте причина смерти после рака. Так что, если вы хотите проявить особую осторожность, то проявите ее, пожалуйста, на дороге и около нее. Это будет гораздо логичнее и здоровее. Одна из главных новостей последнего времени в Корее и не только, это новые успехи корейской группы BTS в американских хит-парадах. В первую неделю сентября музыка этой кип-поп-команды вихрем пронеслась по всему Билборду. Их новый альбом Love Yourself Answer возглавил Билборд 200, то есть список самых популярных в Америке альбомов. BTS также стали лидерами разных электронных продаж. А песня Idle из нового альбома поднялась на 11 место в чарте самых успешных песен Билборд 100. Учитывая, что подобное безобразие происходит уже второй раз за этот год, ни у кого не остается сомнений, что BTS – это уже самые настоящие мировые звезды поп-музыки, а не только кей-попа. Видеоклип к песне Idle в день публикации набрал за первые 24 часа 56 миллионов просмотров в Ютубе. Это мировой рекорд, между прочим. Когда мы в последний раз проверяли, у песни Idle было больше 150 миллионов просмотров и еще полтора миллиона комментов под видео. Вот только представьте это себе. Полтора миллиона одних только комментов. Вот такие сумасшедшие фанаты у группы BTS. Но разговоры BTS мы затеяли не ради их музыки, вы о ней и без нас узнаете, если захотите. Успех группы вызвал к жизни разговоры совсем другого рода. Дело в том, что альбом Love Yourself Answer вышел в дни азиатских игр в Индонезии, на которых многие корейские спортсмены добились победы, в том числе футболисты и бейсболисты. Ну вы спросите, какая тут связь? Сейчас мы вам расскажем. Одной из главных тем обсуждения в те дни был тот факт, что победителей азиады в Корее не забревают в армию. И вот теперь некоторые люди задаются резонным вопросом. Мы не поняли, говорят они, почему это какие-то футболисты, а также непонятные игроки в боулинг и прочие грибцы с фехтовальщиками за успехи на каких-то там азиатских играх получают освобождение от службы в армии. А ребятам из BTS никаких таких освобождений не положено. Хотя они вон какие успешные, практически чемпионы мира в поп-музыке. И маршировать теперь два года в армейских сапогах им как бы совсем не кстати. Вообще, надо сказать, в Корее не очень много путей откосить от армии. Легальные возможности для этого есть у спортсменов, классических музыкантов, артистов театра и мастеров балета. Спортсменам необходимо получить медаль любого достоинства на Олимпийских играх или стать чемпионами азиатских игр. А музыкантам и танцовщикам надо выиграть национальный конкурс или занять как минимум второе место на международном конкурсе. Кстати, теперь вам, может быть, стало понятно, почему молодые корейские музыканты и танцоры постоянно участвуют в конкурсах по всему миру. Что не конкурс, то там обязательно толпа корейцев. Конечно, престиж победителя международного конкурса, а также престиж наставника, профессора, воспитавшего юных победителей, сам по себе играет большую роль в карьере деятелей искусства. И за такой престиж стоит побороться. Но, как вы теперь понимаете, это не единственное место, где собака зарыта. Перспектива быть забритыми в солдаты – тоже великолепный стимул к конкурсным успехам. Или взять бейсбол. Он в контексте нашего разговора стал источником самого большого скандала на азиатских играх. Корейцы вообще очень хорошо играют в бейсбол. И именно он, а не футбол или тэквондо, например, есть самый популярный вид спорта в стране. Ну, потому хорошо и играют. Японцы тоже в бейсболе молодцы, но они на азиаду прислали сборную спортсменов-любителей. А больше молодцов в Азии никаких нет, и поэтому было заранее известно, что Корея на азиатских играх победит. В ее сборной были одни профессионалы. Но кто именно в ней был? Например, в ней был бейсболист по имени Одьихван, который больше всего известен тем, что в последнее время играет из рук он плохо. Но в сборную его почему-то взяли. И мы все знаем почему. На азиатских играх он вышел на поле в трех матчах из шести. Отыграл плохо. Но поскольку команда все равно получила золото, Одьихван теперь в армию идти не должен. И это только одна, может быть, самая характерная, но только одна из многих подобных историй. Поэтому общественность волнуется. Еще в конце июля эта тема прозвучала в парламенте страны. Оппозиционный политик Хатэгён обратил внимание на несправедливость нынешней системы освобождения от службы. Победители музыкальных конкурсов скрипачей, например, получают освобождение, а музыканты, занявшие первую позицию в мировых хит-парадах, не получают ничего. Исполнители классического танца, победившие в конкурсах, освобождаются от службы. А какие-нибудь би-бои, у которых, кстати, тоже есть международные соревнования, конкурсы, идут служить. Или, например, театральные актеры включены в число тех, кто может получить освобождение, а киноактеры почему-то нет. Ведь зачем вообще создавалась система освобождения от службы? Чтобы люди, которые своим творчеством укрепляют престиж страны, популяризируют Корею, могли спокойно заниматься своим делом на благо Родины. Но разве только скрипачи и артисты балета популяризируют Корею? Ну, вряд ли. В наши дни этим гораздо лучше занимаются совсем другие люди, такие как исполнители кей-попа, те же би-бои или киноактеры. Хатэгён напомнил, что нынешний порядок освобождения от службы был определён в далёком 1973 году и с тех пор не пересматривался, несмотря на то, что времена изменились. Как особо подчеркнул законодатель, проблема не в том, что список конкурсов и соревнований, победа в которых позволяет не служить в армии, слишком короткий или слишком длинный. Проблема в том, что он должен быть справедливым. Учитывая довольно большой шум, поднявшийся по этому поводу, правительство уже задумалось, как решить возникшую проблему. Кое-какие комментарии были от премьер-министра и от Министерства обороны, но проблема эта непростая, и разбираться с нею, наверное, будут ещё долго. А мы на этом завершаем наш обзор новостей. Всего вам доброго, до встречи на следующей неделе. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok